вот так друзья самого утра у нас дети развлекаются но я иду для вас писать новый влог так всем привет друзья вы на канале виконста ребятки мы продолжаем мощнейшую серию выпусков донецк от первого лица мои предыдущие видео буквально за две недели набрали свыше 100 тысяч просмотров нас на канале уже практически 5000 человек большое вам спасибо за поддержку все страны снг европа америка южная азия нас смотрит поэтому спасибо вам большое я ценю каждую вашу поддержку также сделай мне приятно поддержи меня обязательно и напиши свою реакцию под этим видео ну а сегодня ребятки мы продолжаем рубрику донецк от первого лица и хочу вам показать окрестности донбасс арены хотя в предыдущих роликах я ссылочку оставлю здесь снимал донбасс арен но так две с половиной минуты чисто показать картинку сегодня мы пройдемся посмотрим как она выглядит а также хочу пройтись в парк ленинского комсомола сходить на детскую железную дорогу ну и показать вам эту красоту у нас уже июнь все расцвело появилось очень много школьников смотрю студенты сдают сессию и все готовятся к каникулам ну а у нас предстоит летний сезон просто мощнейших выпусков поэтому ребятки ждите на канале будет достаточное количество роликов так что скучать вы не будете конечно сначала друзья я поснимаю центр города мы в топе по запросу донецк на нас все равняются и это очень круто так что спасибо вам за поддержку но мы потихонечку будем двигаться к центру время сейчас 10 48 школьников конечно уже ждут радостные дни это три месяца каникул ну а студентам хочу пожелать скорейшей сдачи сессии и также уйти на каникулы короче вот так друзья выглядит парк за ним смотрят и это немаловажно но мы движемся дальше ну это центральный вход на донбасс арену жалко конечно что так все сложилось и сейчас шахтер не может здесь выступать но как есть а это уже достопримечательности нашего города ну и внешний вид донбасс арены и ее окрестностей какие красивые все таки розы как ни крути с любой стороны взгляни на них просто чудесные цветы ну и друзья мы сейчас уже находимся в парке который располагается возле донбасс арены вот так он у нас выглядит то есть все чистенько все красиво люди сейчас я так понял чинят свет или проверяют у чуть столб не упал нормальный контент ну и мы пройдемся сейчас утро вечером ребятки у меня нет просто времени снимать есть конечно дни которые я свободен но стараюсь в основном все съемки днем делать да и качество видео намного лучше когда днем и плюс у нас сейчас просто жара 33 градуса в тени сейчас пошли хоть два дня дожди хоть более менее прохладненько стало ну а так только кредитей слышно ну и скульптуры так что кому будет интересно кто ни разу в донецке не был либо хочет прийти обязательно придите здесь есть на что посмотреть так же я думаю фонтаны будут работать под вечер ну и конечно же сейчас мы пройдемся туда ближе к дороге я вам покажу окрестности города с этой точки много здесь всяких красивых живописных проектов но в основном с детьми здесь будет прикольно погулять ну и внешнее состояние парка а также вид вы можете увидеть конечно ребятки я не могу каждой скульптурой подходите снимать это выпуск затянется на час но я думаю вы и так все оценили здесь по задумке должна быть еще набережная вот на той стороне мы кстати туда тоже пройдемся я хочу вам показать как должен был выглядеть этот весь район то есть здесь уже как бы все построили и там к большому сожалению не удалось это все дело еще воплотить в реальность а то мне многие пишут что ты цветы показываешь покажи нам что-то другое что показывать придет время буду показывать что-то другое ну а пока у меня выпуск из центральных районов Донецка поедем мы ребята и на окраины поедем мы в спальные района Донецка поедем мы обязательно до Донской съездим окрестности ЖД вокзала Куйбышевский район также снимем конечно вы скажете что ты центр снимаешь поедем на окраину ты там такого не увидишь красивого всего всю жизнь центр города будто это Москва Киев Львов Харьков Одесса не важно здесь центр города всегда это лицо и привлекательность самого города поэтому ну это слова как бы бессмысленные то что вы говорите на окраине нечего смотреть поедем мы на Петровку ребята прогуляемся по парку все у нас будет у нас продолжается мощнейшая серия вы все увидите на своих экранах все со временем то есть работает полив хотя дождь был в принципе поливать пока нечего высажено высажено все по задумке какой-то также там ездит машинка и косит травку муравку ну и там точно такая же красота в ряд высажены цветы красные белые красные и желтые но мы плавно добрались и до моста кстати у нас есть в Донецке организация которая занимается уборкой мест и недавно я по отчетам видел что они эти окрестности убирали здесь просто было мусора ну хлам сделали а ребятки молодцы приехали поубирали все ну здесь такое место кто не идет так обязательно мусор скинет да мусор есть но все таки молодцы что занимаются добрым делом видно что было убрано и некоторые места вот недавно только вот мусор выносили это просто респект этим ребяткам огромное вы дело делаете ну вот можете видеть вот недавно какой-то мусор здесь выносили кстати это проблема в любом городе вот эти вот места такие злачные и постоянно всем хочется выкинуть мусор так что ребятки не выкидывайте вы живете в том городе либо вы находитесь это ж возьмите мусор как-то принесите его куда-то положите его в какой-то пакет ну и со временем отнесите в мусорник потому что ну не красиво это да и самому как-то аж неприятно смотреть ну а здесь по задумке должна была быть огромная площадка с видом на кальмиус кальмиус продолжается это называют еще этот ставок цыганский мы сейчас пройдемся туда вниз спустимся и я вам покажу недостроенную набережную фазану у нас конечно развелось просто жесть популяция конечно поднялась здесь ну вы поняли какая здесь должна была быть задумка здесь это все дело должны были кладу привести и построить набережную как возле бульвара Шевченко и проспекта милича вдоль кальмиуса ну увы к большому сожалению этого не произошло многие здесь любят приезжать отдыхать жарить шашлыки ну либо просто позакидывать половить рыбку здесь рыбка есть ну маленькая да бывают случаи когда и карпа здесь вытаскивают ну никто не знает что ты вытащишь в следующий раз поэтому нужно пробовать а так бы задумка была хорошая сделать здесь набережную вот кстати даже шпильки стоят с проводами точнее шахтами для проводов здесь по идее должны были быть фонари и это вся часть должна была продвигаться до закругления до детской железной дороги там уже камушки выстроили стянули их сеткой специальной ну как то так ну а сейчас друзья мы пойдем в сторону детской железной дороги покажу вам как она сейчас выглядит знаю что по вечерам и по выходным там молодые проводники и машинисты ездят на поездах дети также этим занимаются хорошим времяпровождение ну и потихоньку будем двигаться туда подымаемся плавно мы на смотровую беседку там многие фотографируются в основном у кого свадьбы вид там красивый ну так уже траву немного покосили трава вылазит за день где то ну вот так сейчас особенно сезон дождей как сезон два дня для нас это сезон потому что уже больше трех недель ни капли не падало с неба ну и до сих пор там ребятки что-то ремонтирует со светом пока я уже тут прогулялся вместе с вами да конечно вид здесь прикольный как раз все зазеленело ну а зимой ребятки здесь скатываются на санках на таблетках на клеенках и развлекаются как могут также небольшой мостик также люди фотографируются здесь красиво как ни крути ну и беседка так ее назовем полукругом сделано полукругом цветы здесь наверное после дождя еще мокрые здесь подстанция у нас которая питает скорее всего что детскую маленькую станцию железнодорожную ну и сейчас посмотрим как здесь все выглядит называется она пионерская то есть здание ухоженное все покрашено красиво чистенько так что сейчас пройдемся мы на перрон вот так выглядит перрон станции пионерской здесь видно что по этой части не ездит никто а здесь кто-то да и передвигается но сейчас утро никого нет поэтому здесь поезда приезжают с той стороны там они разворачиваются ну и едут обратно загружая людей уже с этой стороны у вас приветствует донецкая железная дорога донецкие зори в 1972 году она открылась и функционирует до 2019 то есть по сей по сей также здесь есть кафешка родители здесь ждут своих путешественников с той станции ну и мы пойдем немножко вглубь парка покажу как он сейчас выглядит на июнь 2019 года прикольная здесь атмосфера вот там на открытой местности где я гулял солнце просто жарит ну а здесь хоть прохлада от этих прекрасных каштанов исходит уже они отцвели конечно ну и там если вглубь зайти этого назовем его так леса там конечно попрохладней друзья как вам такие выпуски вам нравятся я думаю что вы в восторге от них кстати крики детей значит кто-то там да и есть здесь также присутствует как и в парке Щербакова веревочный парк лень в пень то есть можно там как взрослым так и детям пройтись по горкам со страховкой сейчас войдем туда прямо через центральный вход на ютубе я еще и таких роликов не видел поэтому мы сделаем полный обзор Донецка не зря я называю рубрику Донецк от первого лица так здесь у нас батуты можно прийти с детьми попрыгать ну и вход в парк здесь здесь скорее всего школьников либо первый класс поприводили либо я не могу понять с детского садика вряд ли фонтаны но опять же фонтаны у нас утром не работают под вечер все начинает работать короче скопление здесь детей класс школьные годы радость запрещено распивать напитки курение разведение огня и костров помните рядом дети тут много прикольных скульптур так что ребятки обязательно приходите и гуляйте здесь с детьми есть здесь на что посмотреть даже и взрослым ну и детская площадка с песком ребятки ну вот и закончился наш выпуск Донецк от первого лица сегодня мы прогулялись возле Донбасс арены показал я ее окрестности также прошлись мы по парку обязательно смотрите мои плейлисты там много видео по поводу Донецка окраины которые я показывал три с половиной месяца назад это Петровский Кировский район заезжал я на Буденовку а также Ворошиловский Калининский так что со временем мы будем расширяться мы сделаем полный обзор на город основные места также будем делать влоги путешествовать ну и с вас как всегда поддержка подписывайтесь на мой инстаграм ссылочку я оставлю в описании либо где-то здесь в видео ну и всем удачного дня спасибо что просмотрели это видео с вами на канале был Виконста пока 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 субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok